Йоу-йоу, друзья, в эфире Кросспол ТВ. Это снова я, ваш любимый продажный блогер Женя Маталыга. А теперь представьте себе. Англия. 1841 год. Самый центр острова. Небольшой региональный центр Лестер. Церкви, заводы, железнодорожный вокзал, ничего интересного. И тут на ЖД вокзал залетает толпа в 570 человек. Подъезжает поезд, они полностью забивают этот поезд и едут в соседний город. 11 миль. Ну, в Англии все в милях, вы знаете. Проезжают, выходят. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Зачем 570 человек поехали в соседний город? Ну, а тут Максим Поташов отвечает. Конечно же, Англия родина футбола. Они поехали на футбик, посмотрели матч, потом пошли в паб, набухались, устроили массовую драку с фанатами из соседского клуба. В принципе, все нормуль. Но нет, не было еще футбола в 1841. Он только через 30 лет появится. И еще Шеффилда не было первого английского футбольного клуба. Тогда что, может, просто как бы массовая драка, там разделы сферы интересов 570 на 570? Ну, тоже нет. Может, просто побухать, типа, вот как я в Питер ездил, вот на Рубинштейна, там, на Думскую? Тоже нет. Оказывается, эти 570 человек, вообще никто не пил среди них. И вот тут разгадка. Это было общество трезвости города Лестер. А главный у них был Томас Кук. Вы наверняка слышали эту фамилию, и наверняка уже перепутали его с Джеймсом Куком, которого съели аборигены. Эти два Кука очень важны для Англии, для истории туризма. Мы к ним чуть позже вернемся. Но в данном случае Томас Кук притащил всю эту толпу, потому что по-трезвому-то как бы скучно в середине 19 века в городе Лестер. И он организовал полностью поездку. Он договорился с железной дорогой, арендовал поезд. Он договорился, чтобы они там что-то поели. Организовал маршрут, где они погуляют, и потом вернутся обратно. Он установил за это конкретную цену в один шиллинг и полшиллинга для детей. И вот эта дата, 5 июня 1841 года, считается датой основания современного массового туризма. А Томас Кук считается его крестным отцом. На самом деле, если покопаться, а я за вас покопался, то массовый туризм, хоть и не в таких объемах, он был 2000 лет назад, еще в Древней Греции, в Древнем Риме. Это Кросспол ТВ. У нас сегодня видос про историю туризма. И вы знаете, что делать? Холодильник вон там, идем, берем еды, наливаем себе чего-нибудь, как баптисты безалкогольного, или как мы любим. Давайте просвещаться. Сегодня я расскажу, откуда взялся туризм, как он развивался, почему в Греции и в Древнем Риме он был, возможно, потом пропал, что там было с отелями, борделями, колизеями и футбиком, почему крестоносцы – это главные туроператоры средних веков, почему туризм начал массово развиваться в середине 19 века, что было с туризмом в России до революции и в советское время, и, наконец, что же с этим туризмом стало в конце. Какую злую иронию сыграла судьба с непьющим баптистом Томасом Куком, который хотел заменить Бухач путешествиями, и в итоге создал огромную индустрию Бухача в путешествиях. А что же значит слово «турист»? Ну, вообще, тур – это идет из французского, до этого там из латыни, это типа такой маршрут, ну, типа кольцевой, то есть ты вот отсюда уехал, там что-то где-то пошарился и вернулся, вот суть в этом, типа кольцо. И первым слово «турист» вообще придумал Стендаль, французский писатель. У него была книга такая, записки туриста. Он под словом «турист» понимал то, что сейчас вот это и вот «тагил» в Турции. Вот ровно это, то есть это слово-то на самом деле обидно изначально. Вот «бздых» – это вот значит ровно то же самое. Когда говорят, что это вы наших дорогих туристов называете бздыхами в Сочи. Вот Стендаль ровно то же самое имел в виду, когда видел вот эти всякие люди, короче, которые приехали просто там тратить бабло, такие ходят, носу ковыряют, такие им ничего не нравится, сделайте мне это, сделайте мне это. Вот это «турист» в первоначальном значении слова и есть. Как раньше шутили, Моисей был первым пешим туристом, а Ной – первым водником. Но, конечно же, это не так, потому что цели у обоих были совсем не туристические. И когда мы говорим слово «турист», в каждой стране это означает совершенно разное, и в разное время это означало разное, поэтому можно сильно не загоняться. Но вот в постсоветском пространстве были споры, что такое турист, что такое путешественник. У нас раньше считалось, что турист – это с рюкзаком, а путешественник – это с чемоданом. Ну и сейчас уже опять все смешалось. Чтобы разговаривать про туризм, нужно определиться для себя, что это такое. Определений куча, но самое простое – это какая-то поездка куда-либо, зачем-либо, главное, чтобы не по работе. И потом возврат обратно. Тут, правда, уже появился бизнес-туризм, ну как бы не считается. И есть еще путешествия, оно же travel. И между ними тоже очень размытые границы, но давайте определимся так. Туризм – это такое потребительство каких-то внятных, заранее известных туристических услуг за понятные бабки. А путешествие, оно как бы чуть на уровень раньше, и это что-то такое, там, уже чуть про любопытство, про исследование, про какой-то вот этот дух приключений. То есть оно не такое попсовое. А еще до путешественников и до туристов есть первооткрыватели. И вот получается так. Первооткрыватели – обычно это были либо военные, либо купцы, либо грабители, либо три в одном. Вот как раз в эпоху великих географических открытий таких было много. Там Колумб, Веспуччи, Васкадагамом, Магеллан, Писара – вот они совмещали. То есть они и открывали новые земли, грабили и убивали, заодно торговали, если не получилось грабить и убить. Ну, в общем, были очень разносторонне развитые личности. И затем уже они там что-то описывали, и люди, которым было просто любопытно, они начинали ехать за ними, уже что-то описывать, рассказывать. И создавали тем самым уже проторенную дорожку для массовых туристов. В общем, давайте определимся, что у нас вот так для понимания, но границы, они очень мутные. Слава Гермесу! Переносимся в Древнюю Грецию и в Древний Рим. Почему ученые-историки говорят, что именно там появился туризм? А все просто, чтобы случился туризм, нужно, чтобы очень много всего совпало. Например, у вас должны быть деньги на то, чтобы куда-то поехать. Более того, эти деньги должны принимать везде, где вы ездите. Дальше вы же должны как-то на чем-то доехать и почему-то. То есть должны быть дороги и должен быть транспорт. Если у вас нет своего транспорта, должна быть возможность арендовать какой-то транспорт или купить билет. Логично. Дальше. Вы же пока едете, вы же где-то должны кушать и ночевать. То есть, чтобы далеко уехать, вам нужно или везти большой запас провизии с собой и дома, либо где-то останавливаться. Чтобы туризм был массовым, нужна сеть кафе и гостиниц в расстоянии дня пути. Логично. Дальше. Еще один важный момент. Пока вы развлекаетесь, нужно, чтобы вас никто не убил и ограбил. И не ограбил. То есть, нужна безопасность на всей этой территории. Соответственно, такая территория, скорее всего, должна быть контролируема кем-то одним. Там должна быть полиция, законы, армия и так далее. И да, язык. Конечно же, вас должны понимать, должен быть какой-то универсальный язык. Лилу Даллас Мультипас. Еще один фактор. У тебя, как у путешественника, на это путешествие, кроме денег, должно быть время. Время ведь дороже денег, вы понимаете. А тут свободное время. А со свободным временем в древности было, ох, как непросто. Особенно у рабов. И вот в Древней Греции как раз впервые сформировались все вот эти условия. Была греческая серебряная монета, которая котировалась на территории всей Древней Греции. Был общий греческий язык, кайне. Были дороги, можно было поесть, поспать. Ну, в целом, все было нормально. Затем это продолжило развиваться уже после распада греческого государства в Римской империи. Все то же самое. Римские дороги до сих пор есть. Вы это знаете. Римская империя была огромной. Везде были солдаты, была относительная безопасность, были единые деньги, был, понятно, единый язык, латынь. И вот Древний Рим с его инфраструктурой и его социально-экономической ситуацией вполне себе позволял дать людям массовый туризм. у людей были деньги, было время, были дороги, были гостишки. Оказывается, в Древнем Риме уже были гостиницы с разным количеством звездочек. Я в какой-то лекции там слушал или читал, что, значит, пять звезд это два квадратика один в другом. Если квадратик, а над ним треугольник, это типа трешечка, а если два треугольника, то это хостел. И люди, когда подъезжали, уже видели, типа куда им, на что у них хватит денег. Можно было купить билет на корабль, можно было купить билет на дешевую телегу, на дорогую телегу, на карету, можно было целиком ее арендовать. И это очень круто. Что из себя представляло путешествие в Древнем Риме? Римский гражданин, у него было достаточно денег, например, чтобы купить огромный, там, 200-килограммовый кожаный путеводитель, он его там купил, там, поизучал, запомнил, все, где даже путеводитель был, и вот он купил билет на корабль, доплыл, затем арендовал там карету для себя, для слуг, там, какую-нибудь телегу, поехал, выбрал себе отели, и вот сколько-то дней он был в пути, приезжает он, а ехал он, типа, на гостевой матч, ну, то есть, типа, вместо футбола были гладиаторские бои, и были разные арены, типа, в Риме Колизей самая большая, ну, еще были там в других городах, и вот они, типа, ездили на выезды, там, о, у нас вот сегодня, значит, три мужика против тигра, а тут, значит, вот при Нероне, кстати, они начали еще всяких знатных там девочек, оказывается, на арену выпускать, и Нерон такой, давай, вот твоя дочка и твоя, на три зубцев сегодня, короче, до первой крови, все-таки, о, нормально, продаем билеты, вот, реально так все и было, вот, и они приезжали в типичный курортный город, гостиница, в гостинице был шведский стол, представляете, уже тогда он был, какая-то комната, ну, типа, оргийная, вот вы решили корпоративный симпозиум провести на сто человек, а у вас оргийная не позволяет, и все, как бы, это уже не два квадратика, уже, так, трешечка, дальше люди приехали, заселились, куда они шли, они шли в публичный дом, утолять свои всякие похоти, самое главное, что не у себя дома, то есть, туризм, это же еще возможность делать то, что тебе хочется, но, чтобы не было стыдно, потому что дома-то все на виду друг у друга, а тут ты уехал и делаешь, что хочешь, а еще были даже плавучие бордели, то есть, ты сначала у тебя путешествовать, еще там на лодке, надо доплыть, там все свои дела сделать, веселиться, там уплыть обратно, и потом у тебя бои вечером, но если ты вот не развратник, ты мог, например, поехать на горячие источники, вот все знают, курорт Санкт-Морец, швейцарский, это самый первый в мире зимний курорт, больше 150 лет, и вот уже во времена Древнего Рима, там нашли горячие источники, и он тогда был лечебным курортом, вот, наверное, один из, кстати, древнейших курортов мира, получается, Санкт-Морец, ну, то есть, понятно, еще один из смыслов туризма, уехать куда-то подальше, чтобы тебя никто не видел, и делать все то, что хочется, но чего ты дома себе не позволяешь, мне кажется, сегодня это весьма популярная история, правда, чтобы никто не видел, сложно, с развитием интернета, вы все видели подобные случаи, да. Песня называется «Люба, звезда Ютьюба». А вот эти шведские столы в древних гостиницах позволяли людям обжираться, как не в себя, и вы понимаете, что сегодня вся эта история доведена до абсолюта в предложение «Холл-инклюзив», то есть внутри человека-то, вот внутри его потребности ничего не поменялось. Уехать подальше, отключить мозг, тусить, обжираться, смотреть на какие-то зрелища, и потом уехать обратно и делать вид, что ты культурный человек. За Меркурия, бога путешествий. И самое главное, пока ты набухался, обожрался, не следишь за тем, что ты делаешь, ты должен чувствовать себя в безопасности. Это еще один из столпов туризма. Ты можешь отключить мозг и все остальное только когда ты в безопасности. Именно поэтому с развалом Римской империи и переходом во все эти смутные средневековые времена туризм пропал. Но желание людей путешествовать никуда не делось. Но просто так шариться с целью посмотреть было запрещено. Причем было запрещено аж до 19 века. Я помню у Гесси читал серию книг про бродяжку Кнульпа и там вот этот бродяжка когда ходил из одного городка в другой у него там везде были какие-то кореша которые ему давали бумажку что он у них там подрабатывает под мастерием или вот он тут помощник у кого-то или что он там пришел по делу потому что раньше это называлось бродяжничество. Туризм путешествия очень много веков был запрещен. Единственное что было разрешено мы все это знаем это паломничество. Поэтому паломниками стали вообще все. Мы все знаем крестоносцев ну с крестоносцами как было? Они такие ну пойдемте-ка значит вот во имя Господа отвоюем землю обетованную а там еще всякие побочные эффекты типа ограбления неверных и вот все остальное может город какой захватим и пошли. Многие люди которые хотели посмотреть что же там за теми горами тоже отправлялись в путь но дорога была опасная поэтому нужна была охрана и в итоге крестоносцы я не знаю это было запланировано или нет но они в свои походы брали паломников паломники платили им какие-то деньги и у крестоносцев со временем появились такие же там лагеря точки где можно было остановиться и по сути крестоносцы тоже стали неким туроператором на пути из Европы в землю обетованную и вот все эти средние века путешествие по Европе было реально опасным вот даже путешествие по Китайской империи в те годы было намного более безопасным и по России наверное тоже нет по России нет в средние века все эти паломничества они были в основном по суше и тут начинается морская эпоха которую в России называют эпоха великих географических открытий когда разные страны на кораблях начинают проникать все дальше и дальше в погоне за несметными богатствами в первую очередь конечно же это жажда наживы это португальцы испанцы затем голландцы бельгийцы англичане тоже присоединяются ну в общем все кто мог расплывались по разным странам и колонизировали разные земли и вот тут мы вернемся к Джеймсу Куку который жил намного раньше Томаса Кука а именно в 18 веке это был талантливейший мореход астроном и он был обычным человеком не какого-то очень там крутого происхождения но он был настолько профессионален что в итоге ему доверили одну из самых крутейших экспедиций Джеймса Кука отправляют в кругосветное плавание вернее на Таити это 1768 год по 1771 самый большой шанс умереть был не от шторма не от стрелы туземца отравленной не от лихорадки какой-нибудь там тропической уважаемые знатоки это цин цин извините у меня брекет цинга карточи ц ц ц и тогда народ не знал что цинга это банальная нехватка витамина С а витамин С формирует выработку коллагена который связывает все наши ткани и люди просто гнили заживо они там распадались короче зубы выпадали там ногти все и от цинги умерло что-то больше двух миллионов моряков за весь этот период это больше чем от всего остального ее не могли победить лечили современными средствами самыми современными серная кислота соляная потом мышьяк кровопускание бухлом понятно лечили а вот витамин С не давали не знали еще про него один врач случайно это обнаружил что у него была контрольная группа он давал там этим мясо этим бухло а тут случайно подвернулись лимоны и апельсины и они за несколько дней вылечились он про все это написал доклад вроде бы прокатило а потом оказалось что они начали делать что-то концентрированный сок вываривать и витамин С погибал и в итоге не прокатило и снова про это забыли и вот Джеймс Кук он понимал что может остаться без команды в кругосветке и он собрал всю инфу которая была на тот момент набрал с собой квашеные капусты на русский манер в Англии считалось это вообще лютейшей гадостью никто есть не хотел тоже взял с собой лимонов еще там жрать эту капусту команда подняла бунт их сначала там секли плетями сбрасывали в воду они все равно не ели он такой ну и фиг с вами и решил подавать по две порции капусты офицерам моряки поняли что что-то не то что они по-моему не правы и снова запросили капусту эту квашеную а в ней много витамина С и прокатило а еще чем примечательна эта экспедиция Кука на Таити у него был коммерческий турист на борту Джозеф Бэнкс по тем временам он заплатил какие-то немыслимейшие бабки 10 тысяч фунтов это больше 1 миллиона долларов это примерно как космический турист по сегодняшним временам только круче и вот этот Джозеф Бэнкс он был вообще там раздолбай тусовака мажор золотая молодежь но при этом он стал одним из основателей науки ботаники это хорошее что он сделал а второе он предложил сделать из Австралии концлагерь и с его легкой руки туда заселили кучу зэков которые там перебили местное население устроили геноцид и вообще Австралия вот это типа колония зэков из Англии и вот такая вот противоречивая личность в общем он ел капусту как не в себя но не помогало до конца и он решил втирать в десны лимонный сок и прокатило и вот как раз этой экспедиции принято считать что научились бороться с цингой и это как ни странно стало супер крутым драйвером для продолжения обычных коммерческих морских путешествий вот так вот а основная цель знаете у Кука какая была экспедиция вернее официальная его отправили на Таити чтобы вовремя приплыть к затмению когда Венера проходит через солнечный диск замерить время прохождения сверить это с такими же данными из северного полушария и затем понять из этого какое расстояние до солнца я вот сейчас про это такой читал вот я тупой а он там в 1771 году уже вот во первых он доплыл до туда в нужное время во вторых он эти замеры там провел со своей вот этой стролябии с экстантом подзорной трубой вот люди были а вот он замерил а потом у него была задача открыть конверт который нельзя было до этого открывать он такой открывает ну мастер игры такой ну как бы это затмение все хорошо но у вас настоящая цель найти большой южный континент тогда уже знали Австралию Антарктиду по-моему тоже там что-то предполагали но все думали что противовес Евразии есть еще один континент и нужно его срочно завоевать но как бы его так и не нашли но в итоге Кука съели Бэнкс вот там это с одной стороны у него эти цветочки были с другой Зэки он еще раз хотел напроситься в путешествие с Томасом Куком но он захотел взять с собой двух музыкантов а Том Кук такой да не нифига ну типа хоре и тот не поехал это вот колонок тогда не было вот так бы без проблем поехал и так Цингу победили можно нормально везде ездить и очень надолго что с русскими первое путешествие у наших было сильно позже остальных это 803 806 Крузенштерн и Лесянский на Неве и Надежде но на что я бы обратил внимание это на первого русского футблогера кругосветного в школе наверняка читали Гончарова вот эти три великих обломов обрыв обыкновенная история но у него самая интересная книга фрегат Паллада я ее помню даже раз два или три перечитывал это была по сути тоже кругосветка они из Кронштадта отправились вокруг всего мира через Корею через Японию высадился он затем на территории современного Хабаровского края и затем туда через всю Россию обратно через там Якутск Иркутск Омск в общем там короче натерпелся этот чувак а он вообще был чиновник вот Иван Гончаров он типа писатель был в свободное время и что-то там кто-то заболел или не смог поехать и его такие Иван Александрович а не хотите ли к нам штатным блогером в кругосветочку а у него такой что-то там роман значит не пишется что-то настроения нет и такой нормальный шанс выйти из зоны комфорта и вот он на несколько лет вышел из зоны комфорта и он писал очерки и отправлял эти письма друзьям и потом он эти все письма собрал ну типа как инстаграм да из этого сделал книгу и в первой редакции оказалось что там больше половины описания как он жрет везде он везде описывал еду все такие читают такие ну Иван Александрович ну ты задолбал сколько можно жрать как бы так не принято в литературе чтобы вот большая часть книги была про еду ты нам давай умные вещи рассказывай там ботанику вот как Дарвин вот эта унылая вся его история как он-то путешествовал а тот такой не ему пришлось на самом деле пойти на поводу у издателя и вырезать вот все это футблогерство там почти все ну просто он опередил время сейчас мне кажется он был бы супер популярным так что я очень рекомендую почитать фрегат паллада классная книга ну не сами детям подсуньте скажите что это первый футблогер за футблогера карта мира более-менее понятно есть уже какие-то возможности для планирования и мы снова подошли к середине девятнадцатого века происходит транспортная революция появляются поезда железные дороги корабли трансатлантические маршруты появляются возможности экономические у людей какие-то права у рабочих отпуска которых раньше не было то есть в мире складывается такая обстановка которая позволяет большому количеству людей куда-то уезжать и раз условия складываются это перестает быть чем-то нелегальным и тут как раз вот мы снова вернулись к Томасу Куку который просто собрал такой джекпот вот он просто так в масть все сделал он родился в Англии там где все это началось родился вот на пике на подъеме этого прогресса и вот это первое путешествие про которое я вначале разговаривал рассказывал из соседнего города там на 11 миль потом он свозил людей в Ливерпуль потом в Лондон и он открывает первую фирму свою и в 1865 году в Лондоне проходит первая всемирная выставка вы наверняка слышали вот про Эйфелеву башню на какой-то выставке ее представили вот это была такая же выставка только потом короче в Англии на тот момент жило 12 миллионов что ли и за время выставки выставку посетило 6 миллионов реально половина населения страны Томас Кук не растерялся у него уже были нормальные контакты с железной дорогой гостишками рестиками столовками там ну что тогда было там пабы он через себя прокачал 165 тысяч человек во время этой выставки вот он как раз открыл агентство Томас Кук и сыновья он сделал путеводитель всякие рекомендации страховки начались уже в этих путешествиях массовое бронирование чартерные рейсы чартерные поезда потом он не остановился он сделал паломничество на святую землю такой о нормально пошло такое ну с христианами получилось можно сделать паломничество в Мекку организовал паломничество в Мекку ну это было тоже очень круто потому что очень многие верующие получили возможность не планировать путешествия самим безопасно за них это все делали другие это уже современный сервис потом у него появились чартеры он вернее не он сам уже там у него сыновья когда он умер с появлением авиации первыми осуществили чартерные рейсы он же сделал первые трансатлантические маршруты для туристов в Америку он же организовал первое массовое кругосветное путешествие и в это как раз кругосветное путешествие попал Марк Твен который написал книгу про стаки за границей после этого путешествия офигенная книга почитайте обязательно и Марк Твен как раз в 67 что ли году я уже забыл посетил Крым и там был русский царь и они там как раз ему написали встретились обменялись любезностями это наверное был один из первых американских туристов в Крыму кстати и вот Томас Кук продолжает качать 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 он первым организовал all inclusive туры в Египте то есть вот откуда ноги-то растут у всего вот этого свое турагентство своя сеть путеводителей чертерные рейсы все 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 и Томас Кук был плотно ну вернее агентство Томаса Кука компания была плотно связана с Красной Поляной в 2019 году компания Томас Кук решила купить туроператора Библиоглобус там какая-то смешная сумма была что-то про 10 миллионов сделку потом расторгли потому что в 2019 году из-за ковида Томас Кук обанкротился но видите это логотип курорта Красная Поляна после ребрендинга видите вот так переворачиваем и вот это сердечко это логотип компании Томас Кук прикиньте компании Томас Кук нет а логотип то остался про это не было никаких официальных заявлений видимо они ребрендинг на этой почве подготовили но так получилось что про это не заявили но кто кто видит тот видит вы теперь понимаете тайное знание масоны а я тут еще одну интересную штуку выкопал помните в детстве стихотворение наверное все слышали и мультик еще был мистер Твистер бывший министром мистер Твистер делец и банкир владелец заводов домов пароходов решил на досуге объехать мир что-то там согласная жена и дочь не прочь вот что-то такое а это не начало стихотворения знаете какое начало сейчас я вам прочитаю есть 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 за границей контора кука если вас одолеет скука и вы захотите увидеть мир остров трои таите париж и памир кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет или верблюда в пустыню пошлет даст вам комнату в лучшем отеле теплую ванну и завтрак в постели горы и недра север и юг пальмы и кедры покажет вам кук как вам интеграция тридцать второй год начало стихотворения уже репрессии идут а он рекламирует буржуазный образ жизни он рассказывает в стихах советским людям советским детям про то что если у тебя есть деньги ты можешь себе позволить абсолютно все не знаю может быть раньше как-то по-другому но это смотрели по-моему вообще интеграция там кстати у этого стихотворения было потом продолжение в шестьдесят третьем году типа мистер твистер решил поехать в африку на родину негра отелла но ему визу не дали короче вообще у нас тоже тогда должна быть интеграция я вот это тоже на шару написал вот смотрите есть на ютюбе кроспол тв если вы заскучали в москве и хотите сменить форс-мажоры или там мониторы на лес на море на горы купить рюкзак и сходить в поход со скидкой поможет наш промо-код вот она наша интеграция мы в магазине Кант здесь есть все для туризма а туризм он разный спальники рюкзаки сумки на колесиках коврики палатки и даже титановая ложка для тех мужиков которые купили рюкзак то тонко бизон на 120 литров много обуви например мои любимые доломиты и скидки а еще есть скидки по нашему промо-коду ссылочка в описании ой что это но это тут тоже есть а кто не промотал интеграцию от Канта у того бонус розыгрыш сертификата на 10 10 тысяч рублей просто по комментариям случайная бездушная машина через 10 дней после выхода этого видео определяет победителя но коммент можно какой-нибудь клевый ну вы же умеете писать классные комменты типа да фу все дорого какой нынче туризм ну все как вы любите и вот как раз этот массовый туризм во многом благодаря Томасу Кулку популяризаторам разным писателям журналистам начинает развиваться и люди получают возможность самостоятельно увидеть что же там вот в тех неведомых странах что было до этого приезжает какой-нибудь морячок такой этот подвыпивший такой из кругосветки и начинает рассказывать вот значит тут люди с песьими головами тут значит эти великаны одноглазые а тут бабы с тремя сиськами ему такие да ну брешешь не может быть великанов одноглазых ты давай-ка лучше вот про баб расскажи как там это люди хотели верить если ты никуда не вылезаешь всю свою жизнь тебе кажется что чем дальше тем должно быть что-то необычней и люди которые приезжали из далеких земель они становились заложниками того что они должны рассказывать что-то необычное как-то ни странно на другой половине земного шара очень много похожего и люди там живут плюс-минус такие же и чтобы в этом убедиться не нужно кого-то слушать особенно телевизор и всякие интернета нужно приехать самому и вот эта возможность для обычных людей путешествовать она конечно очень сильно изменила мир изменила общество и у русских людей сначала такая возможность появилась в девятнадцатом веке когда наши начали массово ездить за границу сначала в Германию на воды во все эти баден-бадены на французское побережье у классиков у русских много про это потом это стало модно на Кавказе Пятигорск вот у Лермонтова если почитать там очень круто про это написано ну потом железный занавес в Советском Союзе и все и снова все слушают телевизор и широка страна моя родная ну вообще эта история про то что где-то далеко должны быть какие-то странные существа она непобедима вот эти люди с пёсими головами их по-моему еще Островский в грозе стебет кто-то там токлушка что ли рассказывает а вот еще земля есть где люди с пёсими головами первое упоминание об этом есть у Геродота а Геродот на секундочку он же типа это отец истории уважаемый человек он как бы он не пишет что я сам видел он говорит у меня вот у жены там брат в администрации работает и вот он куда-то ездил и он видел такой ну не будет же обманывать как бы серьезный человек так и запишем есть люди с пёсими головами и там если почитать то вот эти циклопы это распространенная история хотя нет люди с пёсими головами это вообще еще бог Анубис да в Египте наверное оттуда все пошло потом говорит люди без головы там кто-то пишет были люди с задницей вместо головы ну в принципе как бы их сейчас хватает это ничего нового но всякие вот эти странные персонажи выдуманные они почему-то непобедимы ну получается что если это тысячи лет работало почему оно должно сейчас измениться люди хотят обманываться они хотят каких-то сказок поэтому они с удовольствием верят вот этому пьяненькому путешественнику морячку из телевизора видимо это неискоренимо так же как желание отключить мозг набухаться и обжираться выпьем же за это раз мы рассказали про революцию с поездами и пароходами надо рассказать про следующую транспортную революцию ну вернее про появление самолетов и в 1929 году была подписана варшавская авиаконвенция когда ведущие страны мира договорились обо всех правилах международных авиаперевозок определили для себя что такое авиабилет что такое багаж багажная квитанция они решили сколько будет стоить жизнь пассажира если что-то пойдет не так в районе 8 килограммов золота в эквиваленте это стоило в 1934 году Советский Союз присоединяется к этой авиаконвенции и самолет становится самым главным самым передовым видом транспорта и где вид транспорта там сразу же и багаж у нас есть большой видос про историю багажа оставлю ссылку в описании но вот если мы говорили про поезда и пароходы появилась новая харизматичная личность Луи Виттон Луи Виттон изобрел чемодан вместо огромного сундука с полукруглой крышкой он предложил миру прочные жесткие прямоугольные чемоданы которые было удобно протаскивать в узкие коридоры в купе и каюты укладывать один на другой штабелями и это тоже была революция в багаже и когда появились самолеты появился вот этот формат корион по русски ручная кладь и сегодняшний турист без ручной клади вот этого рюкзачка своего который влезает туда наверх и под сиденье но не влезает обычно в эту коробочку бюджетных авиалиний вот современный туризм турист уже без этого не мыслим так что это еще одна такая важная веха появление международных рейсов появление нового типа багажа и нового типа путешественников которые могут передвигаться налегке и долететь до самых самых далеких мест а это раньше было возможно только за месяцы и годы что же было в России понятно что в 19 веке русское дворянство и купечество у кого было бабло они уже могли себе позволить путешествия они выезжали за границу видели как там все работает привозили тренды в Россию это очень круто когда ты там что-то увидел крутое привез это в свою страну обмен опытом все зашибись было в конце 19 века в России начинают появляться разные туристические объединения это российское общество по туризму российское общество велотуризма российское горное общество ну у него такой больше конечно научный был формат но начинают появляться объединения это показательно они как-то развиваются развиваются но с приходом советской власти в 17 году все это понятно было закрыто но потом начало возобновляться и в 1927 году в России открывается общество пролетарского туризма это была история про экскурсии то есть брали определенное количество пролетариев куда-то их отвозили их там как-то просвещали привозили обратно в принципе нормальная тема через год в 28 году запускают журнал всемирный турист в 30-х годах начинают открываться различные туристические клубы и экскурсионка и горные маршруты как раз Красная Поляна стала одним из центров такого пролетарского туризма люди покупали путевку жили вот в этих деревянных домиках турбазы ходили в походы потом оттуда спускались на море в общем это была действительно массовая история но в 37 году там всех расстреляли всех организаторов этого общества 37 год большой террор в общем началась вся вот эта лютая жесть в нашей истории потом война и вот только после войны снова все начало возрождаться в 49 году появилось уже общество спортивного туризма начали категоризацию маршрутов по-хорошему делать появились разряды то есть спортивный туризм пеший в союзе очень сильно развился и слово турист в советском союзе для очень многих людей означало человека с рюкзаком не вот этого вот праздно шатающегося по Турции алкаша а спортсмена тем более это было в тренде в послевоенном государстве это физуха это ориентирование это выживание это недорого было для государства ну в общем очень удобный такой вид спорта тире отдыха ну а параллельно параллельно в советском союзе развивался еще санаторный туризм в советском союзе же не было дворцов в таком понимании капиталистическом буржуинском но дворцы то людям нужны и появились какие-то дворцы бракосочетаний ЗАГС и дворцы здоровья и санатории сама концепция советских санаториев особенно первых сталинских это реальные дворцы здоровья и в Сочи были колоссальные нереальные по тем временам денежные инвестиции в развитие сети санаториев и сначала они не были такими доступными это потом уже в послесталинскую эпоху санаториев построили очень много у каждого профсоюза был один или несколько санаториев это стало массовой крутой историей и в этом плане Советский Союз конечно был очень крут когда люди могли подлечиться и отдохнуть в такой развитой сети добыть путевку в Абхазский санаторий было большой удачей ну как удачей нужны были связи ты себе не представляешь я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным алло Галочка ты сейчас умрешь Сочи котировался но не так и конечно же люди всегда любили Крым а у кого не получалось выбить путевку или забронировать официальную гостиницу они выбирали отдых дикарем ну как выбирали у них просто не было выбора параллельно вот этому экскурсионному и спортивному туризму все-таки развивался ну чуть-чуть иностранный туризм въездной и выездной в 29 году открылось общество им турист наверняка вы про это слышали это был единственный на тот момент въездной выездной оператор ну выезжало выезжало очень мало в основном это были всякие там знакомые приближенные и так далее ну и иностранные туристы все-таки привозили деньги но за ними прям очень следили насколько вот я читал примерно как сейчас говорят в Северной Корее там к каждому туристу по два гбшника массово это все началось в конце 50-х в 58-м году в Советском Союзе открывается сейчас я подсмотрю бюро международного молодежного туризма спутник и вот оно в первый год обслужило 1600 человек а уже в 59-м году 16 тысяч человек это был и въездной туризм и выездной выезжали наши граждане понятно только в дружественные страны то есть страны соцлагеря это там Чехословакия Югославия Болгария Польша ну понятно но просто так не выехать было сначала куча проверок справок что ты там ни в каких порочащих связях не замечен если у тебя родственники за границей наверное ты захочешь к ним сбежать а если ты там не замужем или не женат тебя никто не держит тебя там никто не остался значит тебя могут не выпустить а если ты не член партии там и так далее ну короче было очень много препон чтобы выехать за границу я помню у меня дедушка с бабушкой вот с мамой какое-то время жили в Польше и дедушке сказали что если ты не вступишь в партию мы тебя никуда не возьмем такой я не хочу в партию ну и не берите но он был настолько крутой специалист он занимался конструированием корпусов кораблей этот инженер-конструктор был что такого уровня никого не было он такая ну сказали ну ладно Борис Васильевич как бы вы уезжайте но это как бы штучные случаи были в основном это было очень сложно и люди там проходили кучу кругов бюрократического ада чтобы уехать за границу просто отдохнуть еще нужно очень важную вещь сказать про советский туризм был горнолыжный туризм и альпинизм и это были элитные виды отдыха но поскольку у нас не было аристократии вот этой богатой это была элита интеллигенция это были ученые физики ядерщики математики есть одна известная в профессиональных кругах фраза ее придумал советский академик физик лауреат нобелевской премии при этом альпинист Игорь Евгеньевич там туризм это уход от советской действительности пешком на байдарках на велосипеде и действительно для многих это было так ты уходишь куда-то в горы и ты там можешь общаться с собой с себе подобными и тебя не трогает этот режим и действительно в советское время это было очень важно мне кажется сейчас это снова становится важным для многих людей в конце 80-х советский союз открылся началась перестройка в первую очередь начали приезжать к нам за этим советским колоритом появились иностранцы советские люди впервые их в таком числе увидели посмотрели как они одеваются как живут появились все эти фарцовщики которые продавали вот все заграничную атмосферу после развала союза возможность по крайней мере теоретическая уезжать за границу появилось у всех железного занавеса больше не было и те у кого были деньги перестали верить советской пропаганде перестали верить телевизору что у нас хорошо а у них нет появилась возможность увидеть все своими глазами я помню когда я еще был маленьким ребенком советским я читал эти книжки про дальние страны смотрел клуб путешественников Сенкевичем и думал вот это да наверное когда я там не окажусь а когда впервые поехал за границу и впервые я помню оказался в Чили это был вообще-то такой слом стереотипов когда ты читаешь что там везде тебя должны ограбить и там честные профессиональные неподкупные полицейские ты такой прилетаешь значит первая встреча с копами они там тебе какую-то фигню вменяют не по закону абсолютно такой думаешь че а вот эти люди которые должны были тебя ограбить они всю дорогу в разных регионах страны искренне о тебе заботились и говорили чувак так вот тут лучше там не ходи там в одного деньги убери в общем нас никто не пытался ограбить на самом деле а нас реально заботились и старались чтобы с нами все было хорошо и я себя чувствовал вот этим немецким пенсионером на Невском проспекте ну когда они еще были эти немецкие пенсионеры на Невском проспекте у которых рюкзаки вот так вот фотоаппараты они дрожат и думают что их ограбят никто грабить не собирается давайте наверное финалить что же с туризмом сейчас до ковида до 19 года туризм давал 10% мирового ВВП это овер дофига и эта цифра постоянно росла каждый год было уже свыше 1 миллиарда туристов то есть каждый седьмой или каждый восьмой уже и эта цифра тоже постоянно росла многие страны живут за счет туризма во многих странах сохраняется их культурное наследие благодаря туризму в ковид конечно все сломалось потому что туризм это передвижение это контакты это знакомство многие обанкротились отрасль очень сильно пострадала она очень очень медленно пытается восстанавливаться ну сами понимаете что происходит у россии вообще все сложно потому что если страна с кем-то воюет то эту страну боятся и одно из необходимых условий туризма это мир это безопасность поэтому мы сейчас достаточно сильно выпали из мирового туристического пространства так сказать сложнее получить визы сложнее оплатить но опять же широка страна моя родная сейчас пришла пятилетка внутреннего туризма и наверное это то время когда стоит подумать о тех местах в которые вы когда-то хотели поехать вот сейчас это можно сделать ну и ценность путешествий снова возросла как когда-то давно и несмотря на все сложности надо стараться не верить тому пьяненькому морячку из телевизора а ехать самому чтобы своими глазами видеть как живут люди в других странах разговаривать с ними есть их еду пить их напитки именно там вы понимаете зачем нужен иностранный язык не для того чтобы в институте там какую-то оценку получить а для того чтобы разговаривать с людьми познакомиться купить какую-то еду спросить где находится библиотека и так далее и это нужно объяснять детям и детей для этого нужно вывозить в другие города и в другие страны поэтому ребята старайтесь путешествовать сами покупайте билеты себе своим близким своим детям обменивайте свои стереотипы на настоящий мир увидимся на кросспол тв спасибо за просмотр! Продолжение следует...